Комсомольский проспект Екатерининская и движется вниз, ну в сторону улицы Ленина. И, конечно, главной особенностью нашего Комсомольского проспекта, кроме архитектурных особенностей зданий, то есть единой стилистики, является бульвар. В конце, получается, 50-х была оформлена бульварная аллея. Он привлекает и деревьями, и зеленью, и, безусловно, чугунной решеткой, которая была сделана в свое время на заводе имени Свердлова. Заводчане, АДК «Пермские моторы» предложили нам сделать на том же самом предприятии, в том же самом цехе и по тем же самым форумам. Это просто такая уникальная связь времен. Восстановить исторический облик доверили специалистам завода, на котором 60 лет назад были изготовлены чугунные решетки. По просьбе коллег мы внесли изменения в конструкцию. А какие? А непосредственно вот эти крепления? Да, то есть у нас существующих только верхний паз сделан для болтового соединения. Мы попросили еще нижний, чтобы удобнее было собирать. Плюс сделали каблуки. С точки зрения монтажа очень достаточно удобно все. 17 решеток уже изготовлено. Работали по чертежам, но технологию использовали другую. В 60-х была технология отлива в землю. Сейчас технология — холодно-твердящая смесь, которая состоит из песка, смолы и отвердителя. Это позволяет отливать секции с филигранным рельефом. Мы использовали, немножко секрет расскажу, оснастку, которая была с 60-х годов осталась. Использовали старые чертежи, старые заготовочки, то есть с учетом современных технологий уже. Решетка сама по себе, то есть 1200 длиной. То есть одна секция состоит из трех решеток. Три решетки и два столбика. Отпечаток, вот смотрите, те же листочки, они более четкие, чем были на оригинале. Тому, что с 60-х годов прошлого века сохранились чертежи, на заводе не удивляются. Система документа оборота на заводе построена таким образом, что мы храним чертежи на ту продукцию, которая ранее выпускалась. Это просто система завода. И в результате вот этой двухмесячной работы мы представили образец, который изготовлен уже там по старым чертежам, но уже модернизированная конструкция решеток. То, что сделали, это уже гораздо интереснее, гораздо красивее и гораздо более технологично в эксплуатации, чем то, что было там 60-70 лет назад создано на этом заводе. В чем отличие, показывает начальник литейного цеха. Они, на первый взгляд, незаметны, но принципиальны. Чем отличается? Немножко пришлось вмешаться в конструкцию. То есть, вот смотрите, есть крепеж, раньше был на проволоке, нижней части просто заливалось в бетон. Сейчас уже доработаны, сделаны башмаки для крепежа и крепление болтовое соединение. Андрей Иванович говорит, что ребята работают с энтузиазмом. Все отнеслись к заданию с особым чувством. Почти каждый день прохожу через компрос. Для меня было приятно, что восстанавливают, что хотят сделать такое же, вот именно что оставить образ этих решеток, как старые. Это для меня гордость. Мы участвуем в этом деле. У меня воспоминания с детства. Я всегда гулял по компросу. Оценить изменения на небольшом участке восстановленной бульварной части можно будет в сентябре. Сейчас на аллее покрытие заменяют на гранит. Затем установят новые скамейки, урны. В этом году планируют благоустроить участок от Екатерининской до Ленина. В следующем году работы продолжатся в сторону Монастырской. Я уверен, что новый Комсомольский проспект, уже прошедший комплексное благоустройство, с чистыми новыми фасадами, со всеми проводами, которые убраны будут под землю, он станет еще большим украшением нашего города. Сейчас идет демонтаж тротуарной плитки. Это нужно, чтобы проложить кабель-канал и спрятать под землю всю паутину проводов. Чистое небо над компросом станет одним из самых заметных итогов его преображения. Первый этап реконструкции от Монастырской до Екатерининской должен быть завершен к 9 мая 2020 года. После этого начнется второй этап до улицы Революции. Ремонт участка до Комсомольской площади должны закончить к 2023 году, к 300-летию Перми. Проектом предусмотрено создание пешеходной аллеи на Октябрьской площади. Зона отдыха с зелеными насаждениями и малыми архитектурными формами появится на Комсомольской площади.